Которые формируются на территории нашего региона За активное участие у нас есть успехи, у нас есть процессы, которые сейчас должны быть реализованы И конечно у нас есть озабоченность, есть красные зоны, где мы четко видим необходимость ускорения работы, увеличения усилий по данным направлениям Прежде всего это город Тверь, школа в Радужном, которая должна быть построена в ближайшие два года И этот процесс будет завершен, возьмем его на личный контроль, персональный, потому что понимаем, что в каждом деле иногда необходимо заниматься, к сожалению, в ручном режиме И второй проект это наш, так называемый, региональный сирвиз, это город Вышний Волочок, где должен быть центр по работе с одаренными людьми, должен быть открыт к 1 сентября Мы видим, к сожалению, что неготовность помещения, недостаточность процедур по закупке оборудования Поэтому будем также сейчас работать очень внимательно, практически в ежедневном режиме помогать нашим коллегам завершить успешно этот процесс Мы все понимаем, что процессы должны быть завершены к 1 сентября И мы также понимаем, что взяли очень высокие темпы реализации, это не всем бывает под силу, но время неумолимо, оно движется, невозможно остановиться Если мы не будем идти в ногу со временем, то мы просто будем опаздывать А процессы, связанные с образованием, это процессы, связанные с будущим поколением Поэтому дети растут, время идет, и, соответственно, среда, инфраструктура, знания, они должны, конечно, соответствовать сегодняшним требованиям времени Поэтому есть над чем работать, есть чем заниматься, я думаю, что в сентябре уже подведем более четкие итоги, уже поймем, как мы справляемся с поставленными задачами Но и хотел бы, конечно, пожелать всем успеха и благодарить наших федеральных коллег, сегодня принимали участие в заседании правительства Обменялись мнениями, послушали их рекомендации Но для нас, конечно, это очень важный проект, который будет реализовываться не только на территории крупных городов, но и на территории сельских территорий Это было указание президента, соответствующие средства выделены, это программа по реновации школ, по строительству новых школ Поэтому дети, которые проживают на территории Российской Федерации, должны иметь равные условия Независимо от того, где они живут, в городе, в малом городе или в сельской местности, это наша основная задача Игорь Михайлович, сегодня рассматривали вопрос об обеспечении детей в школьной форме, какие решения были приняты? По корректировке прошлогодних наших проектов, это, в общем, опыт, который мы получили, в прошлый год он только начал реализовываться В этом году мы продлили срок подачи заявок и возможности обмена формы и сократили срок сдачи отчетности, чтобы не сдать до декабря, а уже в конце октября подвести итоги и проанализировать, как прошел этот проект Понимаем, что очень высокий запрос на реализацию данного проекта, он является достаточно популярным И наша задача, конечно, шлифовать мастерство по данному направлению Игорь Михайлович, в регионе много делается для поддержки талантливой молодежи, детей Вы сегодня рассматривали вопрос по стипендиям Лемешева Вы поручили все-таки повысить все эти стипендии Абсолютно правильно, вы знаете, потому что время идет и размер стипендий сегодня Это не секрет, что жизнь, к сожалению, дорожает И мы индексируем пенсии, мы индексируем заработные платы Цены не всегда остаются на месте И мы хотели бы создать более серьезную систему мотивации той молодежи, которая прикладывает свои силы в развитие своих талантов Потому что деньги владеются не просто в талантливой молодежи, а те, кто по своим талантам достигли результатов Они участвуют в конкурсах, они участвуют в мероприятиях, занимают призовые места И вот мы через неделю, надеюсь, мои коллеги все подготовят Все необходимые указания не получили Министерство финансов и ресурсов имеет Мы повысим наш фонд, для того, чтобы дети уже в сегодняшнем мире могли тоже адекватно, так сказать, ощущать себя Что они, это их, можно так сказать, первые заработанные деньги Потому что развитие талантов это тоже труд Это надо заниматься, это надо прикладывать усилия, в чем-то себя ограничивать Поэтому эти ребятишки молодцы, они стараются И мы тоже должны их промотивировать, помочь им дальше заниматься развитиями своих талантов Еще хотел бы, если возможно, дополнить Сегодня рассматривался закон о бездомных животных Это очень важная тема Мы вчера провели встречу с общественными организациями, которые участвуют Сегодня было принято решение по передаче полномочий на областной уровень Мы планируем до 1 августа создать уже полноценную инфраструктуру по отлову бездомных животных По их стерилизации, вакцинации И там есть развилка либо выпуска обратно в естественную среду Либо они будут проживать уже пожизненно в вот этих центрах Эти центры будут частные, это должно быть комфортное пребывание этих животных И там должны быть созданы условия, чтобы люди, которые хотели бы взять себе домой Уже пролеченные, стерилизованные животные Могли бы прийти, выбрать питомца И, оформив все документы в основном порядке, получить этого питомца к себе дальше на воспитание Все животные, которые будут проходить через эту систему, будут вакцинированы, прочипированы У них будет свой номер, по которому можно будет определить, кто владелец, если оно потеряется, это животное Или необходимость, чтобы его два раза не мучили, не вакцинировали, потому что оно уже будет иметь все прививки Ну и, конечно, эта программа еще будет сопровождаться такой функцией Мы об этом тоже подумали, что если люди не могут содержать каким-то причинам животное Они его могут отдать в приют, и там оно найдет либо нового хозяина Либо будет жить с возможностью оказания лечения, его будут кормить, чтобы животные жили в нормальных условиях Кроме того, было принято решение по субсидированию определенных категорий граждан Которые захотели бы сделать стерилизацию своих домашних животных Потому что процедуры не дешевые И у нас есть ряд пенсионеров, тружеников тыла Которых доходы являются, можно сказать, не такими высокими И поэтому дополнительные затраты тоже для них иногда как бы не запланированы Поэтому мы такое решение тоже приняли Это будет входить в общую программу по работе с бездомными животными Ну и, конечно, надо отметить, что сегодня на состоянии правительства Мы рассматривали еще ряд вопросов, в том числе по переводу сельхозназначения в Гослесфонд Потому что мы обратили внимание, что большинство наших граждан сегодня очень активно пользуется Возможностью попасть на природу, собирать ягоды и грибы Поэтому мы хотим, чтобы все это было сохранено И была возможность у наших граждан собирать грибы и ягоды для своего личного пользования, для своего личного потребления Спасибо большое